16 октября 2021 года Киевская «Динамо» играла во Львове матч 11-го тура УПЛ 20-21-22 против одноименного клуба. Мирча Лучевску выставил такой состав. Бущал, Миколенко, Серета, Кензера, Тимчик, Шепелев, Депена, Цыганков, Андреевский, Боярский, Супряга в запасе. Нишерец, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Гармаш, Караваев, Витиньо, Забарный. Уже на шестой минуте киевляне должны были повезти, но после того, как голкипер Львова Костик отбил перед собой удар головой от Депены, Супряга с близкого расстояния на добавке не попал в створ ворот. Хорошо слышно недовольный крик Лучевску по-русски. «Что ты делаешь?» в адрес Супряги. Да, своими косяками Владислав вполне может окончательно потерять доверие динамовского наставника. В конце концов, Лучевску не дождался даже завершения тайма и заменил Супрягу на Гармаша. Львов повел после первого же своего приближения к динамовским воротам. Миколынков с водей штрафной сыграл рукой, арбитриня Катерина Монзуль побежал осмотреть вар, пенальти, желтая Миколынко. Чирьяк с 11-метровой отметки был убийственно охладнокровен. Но не успели как следует львовяне нарадоваться успеху, как Миколынко исправился за косяк изумительным разрезным пасом на Буяльского в штрафную Львова. Буяльский вторым касанием поразил цель 1-1 на 38-й минуте. А гол Цыганкова в раздевалку в ближнюю девятку вообще принес море позитива. 2-1 киевляне повели и довольно неплохой первый тайм провели. Тудя полностью солидарен с болельщиками на трибунах арены Львов. «Динамо, мы с тобою». На 58-й минуте Гармаш продемонстрировал свое умение оказываться в нужном месте в потребный час. Мяч после прострела Цыганкова в центре штрафной Львова отскочил от Брикнера к Гармашу и тот расстрелял ворота соперников 3-1. Думаю, все вопросы победителя матча сняты окончательно. Наверняка точно так же подумали и киевляне, так как опасные моменты стали возникать и у ворот Бущана. Если опасный удар шины с пределов штрафной пошел выше, то с выстрелом ременяка метров с 12-13 голкипер «Динамо» справился с огромным трудом. И хорошо, что добавку защитники заблокировали. Не то бы беспокойные финальные 10 минут гостям были бы обеспечены. Гармаш явно вошел в кураж. Во всяком случае, мяч после его сильнейшего удара. Так, на всякий случай. А вдруг пройдет. Действительно прошел. Рикошетом от груди соперника, мимо опешившего голкипера Львова Костика, влетел в сетку 4-1 на 85-й минуте. Теперь точно можно констатировать факт, что киевская «Динамо» одерживает победу, набирает три очка, ровно на которые опережает «Донинский шахтер» и снова выходит в единоличные лидеры. С вами был Саныч, до новых встреч.